В шестой отдел полиции обратилась Амичка. 57-летние жительницы Октябрьского округа позвонили, якобы из пенсионного фонда. Как не поверить, ведь незнакомка в трубке точно назвала возраст женщины, стаж и последнее место работы. Аферистка сообщила о скором перерасчете пенсионных накоплений и пообещала перевод дополнительных 29 тысяч рублей. Пенсионерка назвала мошенницей номер кредитной банковской карты, а затем и пароль из СМС-сообщений. Таким образом, незнакомка получила доступ в личный кабинет Амички. Баланс карты оказался нулевым, зато было предложение от банка получить кредит онлайн. Этим жулики и воспользовались, пока один заговаривал пенсионерке зубы, другой легким движением руки оформлял кредит, а затем переводил всю сумму себе на счет. Она начала мне говорить о льготах пенсионерам. Значит, вот вы можете пользоваться субсидиями, обратитесь, значит, это, возьмите копию лицевого счета, оплату коммунальных услуг, значит, возьмите, значит, сделайте копии, возьмите это, многофункциональный этот вот центр сходите, если у вас транспортная карта, оформите. Ну и в это время, наверное, они снимали деньги. Сколько сняли? Сняли 276 тысяч, получается. Вскоре потерпевшая обнаружила, что должна банку 276 тысяч, да еще и с процентами. В настоящее время уголовный розыск проводит проверку всех обстоятельств, устанавливают причастных лиц, но поймать за руку таких телефонных мошенников непросто. Омская второклассница выпала из окна второго этажа. Инцидент произошел в здании 82-й школы. Девочка получила тяжелые травмы и теперь ей предстоят дополнительное лечение и реабилитация. Что толкнуло школьницу на такой шаг, выясняют в следственном комитете. По статье «Халатность» возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают виновных в несчастном случае. По версии следствия, девочка оказалась запертой в библиотеке, куда она зашла на перемене. Чтобы привлечь внимание и успеть на урок, второкласска открыла окно. Восьмилетняя школьница на перемене зашла в кабинет библиотеки, однако работник школы, не увидев девочку, закрыла кабинет и ушла. Когда прозвенел звонок, девочка пыталась выбраться, однако дверь ее никто не открыл. Она тогда пыталась привлечь через окно внимание прохожих и учащихся школы и случайно выпала из окна со второго этажа, получив катотравму, переломы и другие телесные повреждения. Сейчас ребенок находится в больнице на стационарном лечении. Вечером в районе улиц Арджиникидзе и Яковлева иномарка при повороте налево влетела в полицейский УАЗ. Вот темная Тойота в объективе видеорегистратора как будто стоит в засаде, а затем ринулась на перерез встречному авто со спецсигналом. По данным ГИВДД, водителям транспортных средств оказали медпомощь на месте ДТП. Госпитализация им не понадобилась. Нарушитель получил административный протокол за несоблюдение правил проезда перекрестков. Проводится проверка. В Омском районе полицейские устанавливают причины ДТП, в результате которого водитель скончался на месте происшествия. Предварительно установлено, молодой человек не справился с управлением отечественной «семерки» и врезался в столб. От сильного удара водитель скончался на месте. Все произошло в деревне Покрово-Иртышское. Известно, что парню было всего 25 лет. И прав на управление автотранспортом у него никогда не было. А на улице Мельничной госавтоинспекторы остановили автобус номер 414-й, ехавший по маршруту Ясная Поляна-Онкодиспансер. В салоне Пазика было четверо пассажиров. При проверке документов полицейские выяснили, что 57-летний водитель управляет автобусом без водительских прав. В августе 2019-го по решению суда мужчина был лишен водительских прав на полтора года. Сотрудники ГИБДД поймали его пьяным за рулем. И сейчас составили очередной протокол. Мировой судья определил нарушителю наказания 100 часов обязательных работ. Жительница Кировского округа обратилась в отдел полиции и рассказала, что с ее счета кто-то снял все деньги. Ни много ни мало, 14 тысяч улетели в неизвестном направлении. В банке женщине пояснили, что та стала жертвой мошенников. А началось все с банального звонка и ответа неизвестному абоненту. Позвонили якобы с банка и попросили данные 10-ти значной цифры с карточки, что возврат денег будет от покупок. А почему вот вы им поверили? Потому что поверила я месяц тому назад в банке была. И в банке девушка по кэшбэк мне вернула 600 с копейками денег от покупок. Поэтому я и поверила. Ну еще по телефону слышно было, как банковские работники по соседству разговор. Поэтому поверила. 52-летние амички пообещали 7 тысяч кэшбэка. И женщина выложила все секретные данные. Позже заметила, как обнулился баланс карточки. Вижу, что у меня все. СМСК пришлось, сняли 9 тысяч. У вас было столько, да, на карточке? Нет, у меня на карточке было 14 тысяч 826 рублей. Ну, в общем. Все снялись деньги? Все снялись. А не второй раз еще. У нас не получается, они опять не... Давайте еще раз попробуем другой логин. Я передала опять этот же логин, другой. И последние 5 тысяч сняли. Сейчас сотрудники полиции проводят следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ночью в общежитии, что в авиагородке, произошел пожар. Как сообщили ведомстве МЧС, сигнал о возгорании поступил в 3 часа 40 минут. Когда первый пожарный расчет прибыл на место ЧП, горела комната на пятом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Понадобилось подкрепление. В итоге пожар тушили 39 человек личного состава МЧС. Было задействовано 8 спецмашин. Из здания самостоятельно вышли 229 человек. Еще одного вывели по лестнице на улицу газодымозащитники. К счастью, никто не пострадал. Полностью справиться с огнем удалось в течение получаса. Причины возгорания станут известны позже. Жесть. Официальная группа ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова